Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость Трейси Кук утверждает, что вы можете открыть свой духовный дар сейчас. Нет, вы не поняли. Прямо сейчас. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Многие из вас уже знают Трейси Кука, потому что он не первый раз на нашей программе. Я должен признаться, что я под впечатлением каждый раз, когда вижу, как действует его дар. В качестве подтверждения, ты сказал, что тебя сопровождает ангел. А скажи, сейчас он тоже с тобой, ангел? Да, я чувствую присутствие этого ангела. Чувствовал его, когда пришел сюда. Ты получил большое количество талантов. Да, так и есть. Один человек, я знаю его, потому что интервьюировал его. Его звали Шамбах. Как ты получил дар через него? Это было в городе Тайлер, в Техасе. Я там был с другим наставником. Шамбах зашел во время службы, коснулся плеча того наставника и сказал, «Приведи ко мне этого мальчика». Бог сказал передать ему талант. Он сказал мне встать на колени, я так и сделал. Он сказал, что должен кое-что сказать мне. Ему было сказано, что он увидит большие знамени от Бога. Он положил руку у меня на плечо и сказал, «Я видел много чудес, я хочу, чтобы ты знал, что ты увидишь еще больше». Другой наставник сказал мне, что сегодня через них обоих я получил двойную порцию талантов для моего служения. Он положил свою правую руку у меня на плечо, и я начал плакать. Он сказал, что все, что было проповедано ему, я увижу в своей жизни. Он сказал мне многое, но две вещи были особенно важны. Он сказал, чтобы я избегал славы и чтобы я всегда помогал нуждающимся людям. Он сказал, что я должен идти туда, где люди нуждаются, потому что это то, что Бог сказал мне делать. Я всегда стараюсь находиться там, где люди во мне нуждаются. Не просто слова, но телесно присутствовать на том месте. Я служу людям, я здесь для того, чтобы служить людям. Я знаю свое призвание, я верю, что Господь призвал меня для этих последних времен, когда будет явлена большая слава. Я хочу, чтобы эту большую славу принимали люди, потому что я послан служить для людей. Во время твоих последних встреч случилось что-то необычное. Случились невероятные чудеса. Исполнилось пророчество, которое мне изрек Шамбах. Мы были в Делавере, там была женщина, которая болела раком. Ей провели МРТ, исследовали рак, и врачи установили, что он находится в таком месте, где они были бессильны. Так Бог дал мне знания. Я назвал ее имя и описал ситуацию. Позже, когда я проводил следующую практику в Южной Дакоте, нам сообщили, что эта женщина прошла еще одно обследование у врачей после нашей практики, и они не смогли найти рак. Я не делился с вами этим раньше, потому что только сегодня мы получили это письмо. Еще одна женщина исцелилась от рака, врачи дали ей сертификат о том, что она здорова. Бог заостряет внимание на раке на наших встречах. Многие люди исцелялись от опухолей, от рака крови, от рака костей, от рака поджелудочной железы. Помолись о людях, которые смотрят нас прямо сейчас. Именем Иисуса Христа, все, кто прямо сейчас смотрит эту программу и слышат нас, как бы беды и демонические силы не атаковали вас, именем Иисуса Христа я нападаю на них. Бетти, когда вы в следующий раз встретитесь с доктором Джонсоном, Бетти, в левой части вашей груди есть опухоль, когда вы в следующий раз встретитесь с доктором Джонсоном, вы будете исцелены. Вы будете удивлены, ваши красные кровяные тельца и белые кровяные тельца придут в норму. Последние две цифры вашего номера дома – 30. Я могу назвать ваш номер телефона полностью. Бетти, прямо сейчас именем Иисуса вы получаете чудо. Ты сказал кое-что важное. Ты сказал, из-за того, что ты действуешь в духовных дарах, дары Божии могут быть открыты прямо сейчас. Что ты имеешь в виду? Это что доступно для каждого человека – ходить в этих дарах? Бог открыл мне это. У небес есть тайны, и Бог вкладывает эти тайны в сердца своих людей. Каждый человек несет в себе славу Божию. Мария чувствовала себя просто обычным человеком, но когда Святой Дух посетил ее, она стала необычной. Итак, как я получил духовный дар? Когда я писал книгу, я видел, что Дух действует в жизнях людей, доступных Ему. Поэтому все, что нужно сделать – это открыть сердце, и дар начнет действовать в вас. Действовать так, как нужно Святому Духу. Когда мы говорим о получении этих даров, мы говорим о том, что Бог желает дать вам, как на Рождество, свой подарок. Он хочет дать вам святой подарок. Святой Дух готов принести этот дар в ваше служение и вашу жизнь. В своей новой книге ты объясняешь то, что узнал от Бога, как активировать эти дары Духа в своей жизни. Один из способов, который ты выделяешь, – это то, что нужно знать Святого Духа. Пожалуйста, объясни это. Все мы знаем, что нам нужен Дух Святой. Но что значит дружить с Ним? Сказано, Дух Божий создал меня и дыхание Вседержителя, дало мне жизнь, и еще Дух Божий носился над водой. Нужно понимать, что Святой Дух более реален, чем прикосновение человека. И вот как Он пришел ко мне. Я хотел узнать Его. Я хотел узнать Его. Хотел чувствовать Его прикосновение, Его волю в своей жизни. Это открыло мне другие стороны Христа. Однажды утром я попросил Святого Духа, я молился и постился, и сказал, что хочу почувствовать Его прикосновение так, как Его чувствовал Иисус в Своем земном служении. Иногда, когда мы читаем Библию, мы не осознаем, каким сильным может быть Его влияние на нас. Просто посмотрите, как Он влиял на земное служение Христа. В Библии можно увидеть, какие дары Святого Духа действовали в земном служении Иисуса, Петра, Павла, Иоанна и так далее. Святой Дух сказал мне, что когда Он станет для меня реальнее, чем дыхание, тогда я смогу понять дар, данный мне. Вы должны быть готовы к тем изменениям, которые Дух проводит внутри вас. Если из девяти даров проявился только дар исцеления, это значит, вы на пути к восстановлению. Если мы говорим о даре чудес, то для этого нужно активировать свою веру, чтобы получить его. Отличие в том, что обычно христиане говорят, мы будем молиться об исцелении, или мы будем молиться о чуде, но когда этот дар действует в вас, он перемещает вас в область сверхъестественного, где вы получаете это исцеление или чудо, как знание от Бога. После этого человек незамедлительно получает исцеление или свое чудо. Я знаю, что это возможно каждому человеку, и здесь тоже. Покажи нам эти чудеса, которые Бог тебе дает. Прямо сейчас нас смотрит Джонатан, вы чувствуете дискомфорт в правой стороне вашего глаза. Бог исцелит вас прямо сейчас. Вы исцеляетесь прямо сейчас силой Иисуса Христа. У кого-то из наших зрителей повреждена барабанная перепонка левого уха. Бог сейчас дарует вам чудо исцеления. Ваше имя Тимоти. Тим, вы попали в автомобильную аварию. Я вижу белое инвалидное кресло, белое с темными полосками сбоку. Прямо сейчас вы будете исцелены. Бог производит чудо в вашем позвоночнике. Просто начните делать то, чего вы раньше не могли. И вы почувствуете чудодейственную силу Иисуса Христа. Мелисса, приготовьтесь, чтобы услышаться неожиданный вердикт от судьи. Вы будете поражены и поймете, что произошло чудо. Если я назвал ваше имя, дайте нам знать, что Бог сделал в вашей жизни. Пожалуйста, поделитесь вашим свидетельством на этой программе. Есть люди, которые говорят, да, я читал о таком в Библии. Это было нормой для древних времен. Это нормально для Трейси. Это норма для большинства ваших гостей. Да, все это норма. И все это нормально для великих людей. Но разве я могу действовать таким образом? Пожалуйста, Трейси, ответь на этот вопрос. Да, конечно. Петр сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Сид, речь о том, что куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, проповедую, учу, занимаюсь евангелизацией. Я всегда буду просто человеком, который умоляет Божие. Используй меня. Действуй через меня. Поймите, Бог умер за нас. Иисус искупил наши грехи. Поэтому каждый из нас имеет назначение. Каждый из нас имеет свое предназначение. Единственное отличие между нами в том, что людям нужно принять это назначение и подчиниться зову и миссии. Абсолютно каждый человек, который имеет голод по Богу, все, что ему нужно сделать, это получить духовный дар. Позволить ему действовать, понять, в чем заключается ваше служение. Чем больше вы это осознаете, тем больше Святой Дух будет действовать в вас, тем больше мы должны упражняться в вере. Потому что для того, чтобы говорить, требуется больше веры, чем чтобы просто слушаться. Я видел откровение о последнем времени, и я видел, что слава Божия придет на землю словно волна. Огромная волна, как цунами. Я верю, что Бог восстановит тело Христова. Он приведет свою армию. У нас разная вера, и в последнее время каждый соберет свои плоды. Каждый будет отвечать перед Богом сам и ходить в своей вере. Это крайне важно. За вас никто ничего не сделает. Бог придет во всей славе и величии, и мы узнаем Его. Величие готовится прийти в это последнее время. Вот вам мое слово. Оставайтесь с нами. Самое интересное вас еще ожидает. Главный секрет получения духовных даров удивит вас больше, чем вы думали. Трейси помолится о том, чтобы вы получили свой сверхъестественный талант. Так же, как молились когда-то за Него самого. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Трейси, ты сказал мне, что для того, чтобы получить дар, и это самый большой секрет, чтобы получить дар, нужно служить ни больше, ни меньше. И это очень неожиданно для меня, и я думаю, так же неожиданно для наших зрителей. Пожалуйста, расскажи об этом несколько подробнее. Служение – это ключ к открытию для Святого Духа. Он ищет тех, через кого Он сможет действовать. Для этого необходимы такие качества, и это очень важно, как скромность и честность. Когда меня посетил Ангел Господень, Он сказал мне, что люди попрали основы веры. Поэтому я служу им. После моей службы я получаю дары. С годами я усвоил, что я отправляюсь в путь, куда бы меня ни позвали, и как бы далеко это ни находилось, я обязательно туда поеду. Я пролечу сотни тысяч миль, проеду 10, 12 и даже 24 часа только для того, чтобы попасть на встречу. И на этих встречах я понял, что это не я запечатлеваю людей. Я просто делаю то, что Бог сказал мне делать. Вот как получаю я свои дары. Это не я запечатлеваю людей, не я даю им мантию. Но в то же время Ангел Господень сказал мне, что когда я служу людям, я буду получать свои дары. Это как Елисей. Да. Это как когда Елисей не отходил от Ильи, от Галгала до Иордана. Все ученики говорили ему, что Учитель будет вознесен. Он отвечал, что знает это. Но он хочет кое-что получить от него. Он хотел получить Духа его служения, но только вдвойне. Это то, что я перенял у него. Я сказал, «Боже, Твой ангел посетил меня. Я все сделаю по слову его. Теперь я хочу увидеть, как все это осуществится». Когда вы получаете пророчество, вы не можете просто остаться дома. Когда вы получаете его, вы должны добавить свою часть работы к нему. И это вера. Вера — это мышца. Если вы не будете ее тренировать, то вы ее лишитесь. Я начал видеть сон за сном. Стал видеть всех этих людей. Я видел их помазание. Когда я встречал тех, кого знаю лично, или чьи семьи мне знакомы, я сразу понимал, как могу послужить им. Я передвигал их книжные шкафы, носил их чемоданы, делал все, все, что им могло понадобиться. Только с одной целью. Я понял. Я призван для служения. Ты действовал, используя свои дары. И делаешь это до сих пор. Да, это моя натура. Библия говорит, что самое главное, что мы должны делать, это служить друг другу. Не важно, какое у вас помазание, вы все это делаете во имя Бога. В конце дня, когда моя голова касается подушки, я знаю, что он был доволен мной сегодня, потому что я прославил его. Я его служащий, я здесь для того, чтобы служить его людям. Я никогда не избегал этого. Очень важно не дать своему характеру возобладать над служением. Для этого всегда надо соблюдать баланс между своей личной жизнью и Иисусом. Павел говорит, я каждый день умираю. Я перенимаю это выражение и на свою жизнь. Все, с чем я столкнулся и через что прошел, должно было произойти. Это привело меня туда, где я есть. Я стараюсь всегда это помнить. Когда я смотрю в зеркало, я говорю себе, Трейси, ты знаешь назначение, которое тебе дал Бог. Ты знаешь, что Бог сказал тебе делать. Ты знаешь, какие дары Он дал тебе. Ты знаешь служение, которое Он дал тебе. Больше всего я боюсь не того, что люди будут думать обо мне. Больше всего я боюсь, что я не смогу помочь Его детям. А ведь я так хочу помочь детям Божьим. Я хочу, чтобы люди видели Христа, когда смотрят на меня. Когда я молюсь или служу, пожалуйста, не смотрите на меня, смотрите на одного только Бога. не человек в центре внимания и служения, а только Бог. Я утверждаю, что когда Трейси учит о дарах Духа, он учит не как школьный учитель, а как обычный человек. Он показал действия всех даров Духа. Один из даров, которые меня так интригуют, это, безусловно, чудеса. Пожалуйста, расскажи нам о женщине с ходунками. Я знаю, что это произошло в городе Орландо, штат Флорида. Там случилось настоящее чудо. Во время моего служения прямо посередине службы Бог сказал мне имя одной женщины. Она сидела справа, и у нее были ходунки. Нельзя быть знакомым Шамбаха и иметь слабую веру. Он как-то взял меня за лицо и сказал, что Бог дает мне веру, дает всякую веру. Я сказал, хорошо. Я просто взял ее ходунки и выбросил их. Я не рекомендую зрителям делать так, если вы не уверены, что Бог сказал вам это. Не надо делать то, что вы не должны делать. Когда я это сделал, дьявол прошептал мне, что ты будешь делать, если Бог не исцелит ее? А я ему ответил, а что будешь делать ты, когда Бог ее исцелит? После этого я стал слышать, как ее кости в полной тишине начали хрустеть, как попкорн. Я сказал, что Бог дал мне... Ты вот так просто ответил дьяволу? Ты не боишься дьявола? Нет, я не боюсь. Бог дал нам силу. Когда ты ведешь службу даром Духа Святого, особенно, когда тебе дают знания, а вот так называть имена, враг говорит тебе, а что, если это неправильное имя или неправильный адрес? Бог исцелил ту женщину. Во время того служения произошло еще несколько чудес. Все исцелились. Исцеление происходит не от того, что кто-то возлагает руки или от того, что вы видите чье-то свидетельство. Это акт веры, который порождает веру в других. И в конце очень быстро я хочу, чтобы ты, глядя в камеру, помолился о том, чтобы произошли чудеса, которые нужны людям. Помните, что вы можете получить дар. Не только, когда кто-то возлагает на вас руки, а также через простые слова. Итак, Трейси сейчас произнесет их. «Отче, именем Иисуса Христа, через линзы камеры я прошу, чтобы ты явил чудеса своим слугам во всех сферах жизни». Джеффри, прямо сейчас тебе явится чудо. Ты чувствуешь дискомфорт в лодыжке. Это произошло в последние три месяца. Бог дает тебе чудо. «Возьми свое чудо». Диана, враг, атакует твою дочь, но ты увидишь чудо. Он атакует низ ее живота, но Бог дарует вам чудо. Первые цифры вашего номера дома – один и ноль. Бог сказал тебе, что сейчас лучшее время для того, чтобы что-то изменить. Когда ты в следующий раз увидишь доктора Монро, ты узнаешь кое-что важное. Ты узнаешь от Него важные подробности диагноза. Помолись о том, чтобы люди получили дар чудес, и я помолюсь вместе с тобой. Боже, именем Иисуса Христа, дарую Духа чудес. Боже, ты сказал, что не с послания, возможно, наложением рук или через слова, через эту камеру. Именем Иисуса Христа не спошли дар чуда. Каждый из девяти даров начинает действовать в служении людей, особенно дар чудес. Получите свое чудо прямо сейчас именем Иисуса Христа. Какое бы чудо вам не было нужно, какое бы исцеление вам не было нужно, просто начните делать то, что вы не могли сделать раньше, и увидите, как вера возрастает. Она увеличивается. Именем Иисуса Христа я приказываю чуду случиться немедленно, и да будет так. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Ребекка Гринвуд. Как вы можете узнать, что происходит вокруг вас в духовном мире в каждой сфере вашей жизни? Друзья, присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске передачи это сверхъестественно с Сидом Ротом. Я поделюсь, как каждый верующий. Услышьте меня. Это значит, и вы тоже сможете узнать, что происходит в духовной сфере. Будет интересно. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. есть Тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека, один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек.